вы снова на канале в начале с вами александр я рад приветствовать вас сегодня поговорим с вами о том что же происходит с человеком после смерти и сегодня поговорим о том как это все выглядит да у христиан есть свое представление о том что происходит с человеком после смерти ну речь идет о 9 а 40 днях пребывания на земле и затем уже о перемещении человека в так называемое царствие господне но все это выглядит хорошо на словах а по факту все совсем не так проблема заключается в том что достоверно никто ничего не знает и все эти теории существуют лишь скажем так воспаленных умах служителей церкви все мы знаем об обрядах которые проводятся после смерти человека опоминальных днях о том что на протяжении 9 9 дней душа человека еще может присутствовать здесь потом она перемещается в какой-то мир в котором происходит процесс очищения в котором душе душа попадает в рай в ад где душа может исповедаться за душу борются бесы ангелы и каким-то образом пытаются эту душу привести в чувство скажем так и заставить ее покаяться и найти хотя бы какую-то крупицу здравого смысла в этой душе для того чтобы она переместилась в рай после этого она как бы должна переместиться в рай и остаться там навечно все это очень хорошо и очень красиво и очень интересно звучит но по факту выглядит это все не так на самом деле я вам приведу очень простые примеры я вам приведу очень простые выдержки из цитат священнослужителей монахов ну и так далее да и потом после этого вы сделаете соответствующие выводы ну а потом соответственно я вам расскажу о том как это происходит на самом деле и что там вообще происходит с человеком с душой человека после того как душа отделяется от тела во первых сначала нужно разобраться что это за такие 40 дней откуда они взялись и что вообще происходит с души с душой на протяжении этих 40 дней и вот когда начинаешь искать информацию ну вот что-то такое вот до адекватное и нормальное для того чтобы священнослужители подтвердили человеку который задался таким вопросом что такое 40 40 дней что происходит с душой душой после 40 дней и в принципе вот в этот период после смерти после отделения тела до 40 дней то здесь нет никаких точности и здесь нет абсолютно никакой уверенности в том что же там на самом деле происходит и какие события разворачиваются есть же люди которые считают что после смерти человека просто выключают и там темнота верующие христиане фанатично верующие христиане уверены в том что если они будут ходить в церковь молиться каждый день если они будут поститься и соблюдать различные правила ритуалы и так далее и тому подобное то они обязательно попадут в рай да особенно вот эти вот бабушки серыми лицами некрашенные некрасивые постоянно злые как которые находятся в церкви за дня в день и своим колючим взглядом преследует вас они почему-то думают что они служат богу и они считают что именно они почему-то должны будут попасть в рай ну про праведные такие да верующие которые все делают по правильному по канонам но ситуация вообще выглядит по-другому я взял изучил прочитал проанализировал высказывания протои и протоиереев монахов иеромонахов масса была проанализирована текстов людей которые пытаются как-то свои пять копеек вот в эту копилочку бросить и попытаться разъяснить людям что же там вообще происходит и оказалось следующее что никто ничего не знает и если внимательно почитать то что говорят люди приближенные церкви они выражаются следующим образом наверное может быть в писании нет четкого определения того что происходит с душой но мы думаем что наверное вот так вот потому что цифра 40 она очень волшебно потому что иисус христос вознесся через 40 дней после пасхи потому что моисей 40 лет водил евреев по пустыне и вот зациклились все на этой цифре 40 и каких-то точностей никто не дает когда задается вопрос что происходит с душой человека то мы получаем следующий ответ сейчас я буду цитировать то что говорят люди которые служат в храмах соборах которые являются частью православной церкви и которые служат христианскому эгрегору а говорят они следующее душа после 40 дня уходит в том место которое уготовал ей господь в зависимости от того что успела эта душа приобрести здесь на земле какую она приобрела любовь какие совершила добрые дела и как она соблюдала заповеди божьи после 40 дня это все учитывается и в зависимости от наличия добродетелей определяется место для души это место для души до страшного суда когда вновь будет судиться господом каждый человек и когда уже будет окончательно определено место для пребывания души в вечности вот такие вот какие-то очень интересные общие понятия душа должна где-то находиться до какого-то страшного суда что будет потом непонятно и неизвестно идем дальше из предания из церковного мы знаем что промыслом божиим некоторым людям были открыты те или иные сведения об ином мире райских обителях или аде священном писании апостол павел говорит о том что некий человек был восхищен до третьего неба нужно даже то что он там видел он не мог потом рассказать другим людям потому что человеческий речевой аппарат и те понятия которыми мы оперируем здесь на земле не применимы к тому что есть в царстве божием почему господь дает возможность тем или иным людям посетить иной мир скорее всего это нужно для покаяния и для утверждения других людей в вере идем дальше библия говорит о вознесении спасителя на сороковой день после пасхи исходя из этого факта церковь полагает это цитата исходя из этого факта церковь полагает но не уверена и не знает наш на сто процентов что и душа христианина в эти сроки обретает место вечного покоения до всеобщего восстания из мертвых именно тогда свершится страшный суд дающий надежду на то что благодаря молитвам церкви об усопших они смогут возрасти в большей радости богообщения до бесконечности милости божией идем дальше следующий протои рей я знаю как благословляли люди духовные которые молились и имели авторитет они говорили что если человек умер в первой половине дня тогда этот день считается за первый если человек умер ближе к вечеру во второй половине дня тогда отсчет можно начинать со следующего дня и так до 40 дня это просто механический подсчет человек может считать как угодно большой разницы в том какой именно день считается первым днем днем смерти или следующим за ним нет да здесь вот уже такая вот погрешность может быть 40 дней может быть 39 может быть 41 то здесь уже идет фактическая отвязка от сорокадневного какого-то почитания души и идет полноценная отвязка нет точности и нет указаний касающихся того что душа действительно 40 дней там где-то условно говоря болтается пока она не попадет в рай либо в ад и будет там находиться вечно до страшного суда все равно у господа один день как тысячи поэтому время это условное вот и все никто точно ничего не знает все условно 40 следующий священник 40 это знак полноты в священном писании почему-то вот он так решил что в священном писании почему-то 40 это знак полноты мы знаем он сейчас обоснует это мы знаем что 40 дней моисей ждал перед тем как получить скрижали завета 40 лет водил народ по пустыне 40 дней господь иисус христос господь до обычный человек которого сделали господом в седьмом восьмом веке 40 дней господь иисус христос постился в пустыне прежде чем выйти на свое служение то есть число 40 всегда считалось знаком полноты исполнения чего-либо поэтому именно сороковой день является сроком определения участи человека дитя божия которая предстоит перед своим отцом обнаженная во всех своих делах добрых и злых поэтому именно в сороковой день господь выносит свой нелицеприятный справедливый и одновременно любящий суд над душой новоприставленного для бога один день как тысяча лет бла-бла-бла повторяем один за одним ну как бы вот ну там плюс минус день ну вы понимаете для бога один день как тысяча лет душа ушедшего от нас уже существует в вечности и это наши цифры и сроки 9 дней 40 дней они важны для нас первую очередь как некий ориентир мы знаем что после смерти есть некий период примерно соответствующий нашим земным 40 дням когда происходит промышление божие о душе человека и если многие близкие молятся о душе усопшего в этот период господь может смягчить свой суд о нем даже если человек не заслужил своими делами милосердного отношения но господь как милостивый отец склоняется и слышит наши просьбы к нему наши молитвы математические вычисления не влияют на правильность по вид поминовения вот если в этот день собрались и помянули то все будет у него хорошо а если пропустили и не или не успели то ужас ужас конечно же это ограничение милосердия божия даже отпевание совершенной не перед погребением а после будет действенно в очах божих следующий про протоиерей для умершего человека 40 сороковой день после смерти очень важный один из самых главных в его жизни понятно что наше время вечность в которой времени не существуют это все большая условность но тем не менее для нас господь определил именно таким образом чтобы мы исходя из своего времени находясь здесь на земле молились особенно за новоприставленного иерей следующий цитата 40 дней это священное число дней из ветхого завета но возвращаемся к месси 40 это всегда происхо прохождение каких-то испытаний 40 лет в пустыне моисей водил народ 40 дней постился спаситель 40 дней очищения после рождения человека поэтому возможно и 40 дней перенеслось как некоторый испытательный срок и на период после смерти можно бесконечно читать о возможно наверное может быть и наверное 40 дней изучая материалы изучая цитаты священников священнослужителей из всего из этого можно сделать вывод это все одна очень большая сказка привязка к 40 дням 40 дней больше работают в плане в плане ритуалистики непосредственно со стороны оставшихся здесь живых людей которые каким-то образом должны вспоминать об ушедшей душе но есть еще один очень интересный момент который выгоден религиозному эгрегору выгоден религиозной структуре которая привязывает оставшихся здесь на земле людей к ушедшей душе все священники как один сходятся в том что если у тебя умер какой-то родственник если у тебя умер какой-то друг и знакомый то твои молитвы ну они как бы должны осветить путь этого человека этой души которая будет направляться в какое-то там царствие божие назовем это так соответственно что происходит происходит дополнительная привязка из разряда венчания крестин происходит дополнительная привязка человека к религиозному эгрегору душа ушла а вы ребята давайте молитесь и через свои молитвы вы работаете еще некое количество энергии которую вы можете отправить в религиозный эгрегор то есть нарисовался еще один путь нарисовался еще один способ как получить больше энергии ну при этом использовав уход души выхода ее из материального тела которая куда-то там отправилась поэтому как видите конкретики никакой нет и все вот эти вот сказки о девяти днях после которых человек попадает в ад чтобы посмотреть как там или попадает в рай чтобы посмотреть как там и понять что ему нужно выбрать и понять куда ему нужно отправиться и нужно искупить свои грехи и покаяться это не более чем сказка вот и все если мы говорим о 40 днях когда от человека что-то остается в этом мире 40 дней это время когда его еще оставшийся на земле фантом условно назовем несет в себе какую-то информацию то есть он еще такой вот немножечко тепленький да то есть душа избавилась от тела тело закопали в землю душа душа переместилась куда-то куда перемещается душа сейчас об этом поговорим но остается еще такой вот третий вид назовем это такое вот эфирное тело которое внесет себе какую-то информацию и которое такое вот фантомное энергетическое тело которое может какое-то время оставаться здесь факт заключается в том что когда ищем пропавших умерших людей достаточно сложно в некоторых случаях определить жив человек или мертв потому что в этом мире остается еще его вот остается его еще этот фантом остается это эфирное тело которое находится на земле и содержит еще какие-то остатки от обрывки информации о его жизни душа переместилась а вот этот энергетический костюмчик энергетическая информация она еще здесь остается но бывают такие моменты когда после смерти человека очень четко и явно понятно что вот все человек умер 2 3 5 10 день неважно но вот эти вот 40 дней если у человека было достаточно энергетически достаточно сильное энергетическое поле если этот фантом достаточно заряжен если этот фантом еще такой вот теплый и светится он может в эти моменты как-то сбить с толку и запутать поэтому в таких ситуациях чаще всего применяется практика определения жив мертв именно после 40 дней это никак не связано ни с какими религиозными обрядами это никак не связано не с религиозными канонами это исключительно физика потому что за 40 дней вот этот энергетический фантом он тускнеет он угасает и он как бы испаряется ничего от него не остается тело в земле душа отправилась туда куда она отправилась если отправилась что происходит с человеком на самом деле после смерти человека душа отделяется от тела тело закапывают хоть на 1 хоть на 3 хоть на 5 день и после этого сразу после того как душа отделилась от тела душа отправляется куда-то для этой души формируется канал и она возвращается в свою родовую структуру в свой род именно отсюда появляется информация о том что я видел белый свет я шел по туннелю на той стороне меня встречали дедушки бабушки это четкая отсылка к тому что человек возвращается в свою родовую структуру в свой род что происходит далее в роду сейчас я расскажу но бывают такие ситуации когда душа не может нормально и спокойно переместиться в род в родовую структуру в которой она там дальше будет пребывать какое-то время и потом опять попадет на этот конвейер и опять вернется в какое-то тело ведь мы знаем что реинкарнация это не просто теория это практика именно поэтому у человека можно найти огромное количество жизней огромное количество воплощений которое каким-то образом влияет на него на него и на его нынешнюю жизнь откуда если мыслить категориями священников и служителей церкви то душа отжила свой срок и она допустим если она была очень хорошей и прекрасной она перемещается в рай и там будет ждать страшного суда и там она будет до скончания веков находиться находиться в вечности это логика церкви но опять же церковь говорит о том что страшный суд это суд частный который будет каждую душу изучать взвешивать и опять же определяться с тем какой путь ее ждет здесь очень много всяких неточностей это такая себе каша это такая себе мешанина которая направлена исключительно на то чтобы выжигли свечи покупали иконы покупали масло молились оплачивали за упокойные какие-то литургии я уже в прошлых подкастах рассказывал о том как правильно и какие нужно заказывать молебны за здравие или за упокой души это все есть вы можете найти и можете это все прекрасно прослушать у меня на канале так вот душа отделившись от тела она попадает в свою родовую структуру но есть моменты когда душа в родовую структуру не возвращается это касается тех моментов когда здесь на земле формируется очень сильное энергетическое притяжение и душа не имеет сил не имеет возможности переместиться в рот это очень часто касается тех моментов когда родственники убитые горем, не хотят отпускать эту душу, они формируют такую вот установку, согласно которой душа не имеет силы для того, чтобы переместиться в свою родовую структуру. Люди начинают окружать себя фотографиями усопшего, люди начинают плакать, люди начинают молиться, люди начинают просить, чтобы он не уходил, и эта душа, в кавычках, благодаря этому притяжению остается в этом мире. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. На какое-то время у этой души есть запас энергии, чтобы здесь находиться, но дальше душа начинает истощаться, и она начинает искать источники энергии, чтобы здесь находиться. Очень часто обращаются люди, ну когда вопросы связаны с усопшими, когда люди себя начинают плохо чувствовать, и когда ты начинаешь копаться и начинаешь разбираться, оказывается, что жена, либо еще кто-то не отпустил своего мужа, его душу, держит его здесь на земле, плачет, вспоминает, окружает себя фотографиями, ежесекундно разговаривает с этой душой. Душа не может переместиться, и эта душа, начиная искать источники энергии для пребывания в нашем материальном мире, на земле, начинает энергетически подсасывать окружающих. В такой семье очень часто начинают болеть люди. В таких семьях, в таких парах очень часто начинает болеть тот, кто просит душу усопшего остаться. Душа остается. Она, начиная терять свою энергию, приходит в достаточно ненормальное состояние, в такое вот туманное. И эта душа присутствует в этом мире, не осознавая полноценно, что она здесь делает и почему она это делает. Она в этом хаосе начинает искать подпитку энергетическую и начинает питаться теми живыми людьми, среди которых эта душа остается. Вот именно поэтому с душой нужно нормально проститься. Сороковой это будет день, двадцать пятый, семнадцатый, неважно. Души отпускайте. Они должны уходить туда, где они должны оказаться. В результате этого мы что имеем? Мы имеем какие-то души, блуждающие по кладбищам. Мы имеем какие-то обрывки энергетические, фантомы, которые задерживаются здесь, задерживаются на кладбищах, потому что их не отпустили. Не потому что их неправильно отпели. Не потому что их неправильно погребли или не провели правильно какие-то ритуалы. Потому что здесь на земле был кто-то, кто их здесь оставил. Тех, кто здесь к этой земле, к какому-то определенному месту их привязал. Поэтому все души должны отпускаться. Поэтому вот такие вот души нуждаются не в молебнах за упокой, а за здравие. Чтобы эта душа получила энергию и переместилась в другой мир. Если мы внимательно изучим Ветхий Завет, Ветхий Новый Завет, мы уже об этом беседовали, я уже на эту тему тоже записывал эфиры. Мы понимаем, что так называемое Святое Писание и Библия практически все взялось из древних текстов, древних шумеров, древних египтян и так далее и тому подобное. Отсюда у нас вырисовывается апостол Петр с ключами от рая. Отсюда мы имеем Анубиса, Харона, один взвешивает сердца и принимает решение о том, кто может попасть в рай, а кто не может попасть в рай. Харон перемещает, соответственно, души туда, куда нужно. Отсюда идет традиция, из древнего Египта идет традиция ложить какие-то монетки усопшему, для того, чтобы тот мог оплатить перемещение вот в этом тонком мире. И это все мифы и легенды древнего Египта, не более того. В реальности это не имеет абсолютно никакого значения. Люди умирают и гибнут при разных обстоятельствах. Это не значит, что они будут все болтаться в этом мире и потом ходить и пугать по ночам взрослых и детей. И тусоваться на кладбищах или в том месте, где они умерли и каким-то образом светить своими привидениями, фантомами и все в таком роде. Утрирую, но тем не менее. Что происходит с душой, которая отделяется от тела? После того, как душа отделяется от тела, как я уже сказал, по каналу, по энергетическому, она отправляется в свою родовую структуру, в свой род. Там ее могут встречать. Почему люди, которые находясь в состоянии комы, в состоянии клинической смерти, видят свет, видят каких-то родственников, давно умерших на том конце провода, на той стороне этого тоннеля? Да потому, что это четкие отголоски для понимания того, что ты попадаешь в свой род. Вот когда уже душа попадает в свой род, там и происходят все процессы, называемые ад и рай. Это некие структуры, такие вот энергетические области, энергетические мешки, куда попадая душа, она подвергается коррекции. Вот эта коррекционная программа и является так называемой программой ад и рай. То есть в зависимости от того, как в этой инкарнации, как в этом воплощении жил человек, в зависимости от этого автоматически для него подбирается программа, которая называется ад или рай. Его либо пугают, либо ему показывают что-то хорошее, приятное, красивое, но через это душа корректируется, каким-то образом приводится в какой-то нужный вид и после этого душа может перевоплотиться. Если это какая-то сильная мощная душа, которая старалась в этом мире, в этой жизни жить по каким-то плюс-минус заповедям, неплохим, хорошим, то такая душа, если она делала это не одно воплощение, если эта душа наматывала цикл за циклом, и она помнила, что ей нужно быть хорошей, и она помнила, что ей нужно стараться для того, чтобы заслужить место, допустим, в раю, но кроме понимания рая больше никакого понимания нет, то такая душа может остаться. Это такая вот духовно прокачанная душа, чистая, которая не гналась там за деньгами, не гналась за какой-то выгодой, коростью в этой жизни, а душа, которая понимала, что материальное не главное, но это не значит, что эта душа была там, жила в картонке, была там, как диаген в бочке, да, ей ничего не нужно было, все в комплексе хорошо, и все хорошо в меру, и вот если эта душа что-то брала из этого мира, и что-то отдавала, и сеяла что-то хорошее, доброе, вечное, и оставила что-то после себя, то эта душа очень интересна для рода и для родовой структуры. Такая душа может остаться в роду в виде какого-то хранителя, который затем будет заботиться о своих потомках. Это достаточно развитая, это достаточно мощная и сильная душа, которая знает, как правильно жить, и которая может принести гораздо больше пользы родовой структуре и подзаряжать ее через направление потомков, находящихся на земле, ну каким-то образом помогая им, каким-то образом определяя их путь, давая им какие-то определенные подсказки. Поэтому душа после того, как переместилась по каналу, вот в этот мир, что это за мир? Это огромная сверхразвитая экосистема, к которой, ну скажем так, практически ни у кого нет доступа. Но именно туда, в эту экосистему родовых структур попадает душа, и она сначала корректируется через ад-рай, затем она либо остается в родовой структуре, если она нужна, если это мощная, хорошая, светлая, чистая душа, она несет в себе какой-то заряд энергии, либо если это душа, которая не достигла какого-то своего пика развития, либо если это душа, которая еще, ну ей рано еще, вот она не способна занимать какую-то руководящую должность и какое-то место в родовой структуре, в роду, она, условно говоря, там ставится на конвейер, да, и отправляется обратно на землю, воплощается в новом физическом теле и проживает новую жизнь, уже с учетом своей вот откорректированности, и уже с учетом того, что нового она еще получит в виде вот этого опыта, который будет у нее на земле. Есть души, которые не попадают в родовую структуру, есть души, которые отправляются непосредственно в структуру, которую можно называть богом, но богом вот этим вот демиургом, не создателем, а богом, который управляет религией, кармической системой и всем-всем-всем, вне зависимости от того, какая это религия, но с условием того, что это представитель кармической системы. Такие души могут попадать туда вот уже в виде вот этих так называемых ангелов, то есть вот этих вот солдатов, которые служат непосредственно демиургу, то есть богу, который управляет кармической системой, и уже который взаимодействует с родовыми структурами, взаимодействует с родом, и они там обмениваются информацией, они там работают на этом поприще. Такие люди, такие души могут стать ангелами, ну потому что должен осуществляться контроль, на это все нужна энергия, на это на все нужны мощности для наблюдения за людьми и для направления их в какие-то определенные, скажем так, русла и сценарии, для того, чтобы они вырабатывали энергию. Ведь есть самое главное правило, все исключительно ради энергии. Поскольку мир родовых структур и бога демиурга, он нематериален, все строится исключительно на энергиях, соответственно, самая главная валюта там энергия. Соответственно, для того, чтобы получать больше энергии, нужен персонал. И вот если в душе бог, обычный бог религиозный, видит какой-то потенциал служения себе в виде солдата, вот этого ангела, он может привлечь ее на свою сторону. Вот и все. Поэтому все традиции и все какие-то церковные традиции, ритуалы религиозные, это не более чем догадки. Это не более чем попытки, а запугать человека, создать для него какие-то искусственные правила, которые он должен выполнять. Ведь все же эти правила, они языческие. Представители церкви говорят о том, что о, язычники такие плохие, язычники, язычники. Но когда задаешь вопрос служителю церкви о том, зачем нужно поминать человека, употребляя пищу, священнослужитель говорит, это жертва богу за того человека, за ту душу, которая отправилась к нему. А жертва присутствует исключительно только в каких-то языческих ритуалах. Ну, читай, это как кармические ритуалы. Простые, примитивные, когда совершается какой-то обмен. Где здесь уверенность и где здесь понимание того, что люди все делают правильно. Нет абсолютно никакой уверенности. Поминаете, поминали тещу, порвали три баяна. Священники говорят, ой, нет, ну вот так вот пить нельзя. Вот нельзя так поминать. Ну, раз уж помянули, ну вот, ну да, ну помянули. Ну что? И обязательно нужно поминать какими-то обедами. Обязательно нужно поминать употреблением какой-то пищи. Почему? Это жертва. Это жертва вот за ту душу, которая отправилась. Это все очень легко отслеживается. Это все очень легко. Можно все эти цитаты найти. Все можно изучить и все можно прочитать. Это все есть в открытом доступе. Просто никто об этом не задумывается. И вот когда пытаешься свести вот эти вот точки, когда пытаешься расставить все точки над И, то оказывается, что нет никаких обрядов, ритуалов, математически выверенных и точных. Все приблизительно. Ни у чего нет никакого объяснения. Просто решили, что так должно быть. Потому что вы будете хоронить, потому что вы должны оплатить, купить крест, вы должны купить кучу свечей, платочков, вы должны там заказать себе батюшку, отпевание, литургии, приедете в церковь. А после того, как еще тело в землю захороните, еще после этого будете читать молитвы, будете жечь свечи и будет идти процесс выработки энергии. Как это повлияет на душу? Ну, как бы приблизительно должно выглядеть вот так вот. Идем дальше. Хорошо. Читать, поминать и все в таком духе. Но реинкарнацию никто не отменял. И если человек был, мягко говоря, плохим в прошлом воплощении и был не очень хорошим человеком, он попадает опять в эту жизнь, и он причиняет вред людям. И потом, когда ты видишь и просматриваешь его прошлые воплощения и прошлые жизни, ты понимаешь, что он и в прошлых жизнях был не сахар, и что он не цветы нюхал в этой жизни, а приносил людям вред, и он просто вот так вот продолжает мотать эти циклы, он точно так же продолжает нести зло в этот мир. Он что, попал в ад вечный? Остался там для того, чтобы очистить землю от этой скверной неприятной души? Нет. Он вернулся сюда. Он не горит вечно в гиене огненной. А человек хороший, который становится жертвой этого человека, он почему-то не остался в раю на веки вечные. И почему-то население земли достигает уже 8 миллиардов человек. То есть души плодятся, размножаются, их становится больше, 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 больше. Но даже с учетом тех случаев, когда смертность превышает рождаемость, почему-то они там все не остаются. И можно очень легко и просто отследить реинкарнации и понять, что этот человек прожил не одну жизнь, а 5, 10, 20, жил там столетиями, тысячами лет и видел очень много в этой жизни. Поэтому никто, нигде надолго не остается. Бывают случаи, когда человек реинкарнируется моментально, потому что он нужен своему роду и нужен своей родовой структуре здесь, потому что нужно заполнить сосуд, потому что в него должна быть помещена какая-то определенная душа, которая поведет род по какому-то определенному сценарию, по какому-то определенному пути. Умер человек, бах, и моментально сразу переродился. Он ни в ад, ни в рай не попал. Он сразу по этому каналу попал в родовую свою структуру. Сразу душа оказалась на конвейере и сразу же эту душу поместили в тело. Сразу же душу поместили в сосуд. То, о чем я говорю, это очень большая, очень высокоразвитая экосистема, в которой нет одного простого, правильного и прямого решения для всех душ. Для каждой души существует свой индивидуальный путь. Если мы говорим о душах, которые работают и действуют в рамках кармической системы. Застрял на земле, но теоретически существуют инструменты для того, чтобы эту душу отправить, назовем это так, на тот свет, да? И мы это делаем. Это получается, это срабатывает, когда эти души уходят из этого мира, перемещаются туда, куда им нужно переместиться, а они больше не терзают людей, не пьют энергию там из людей, из животных, и у людей не умирают там стада коров, птицы и так далее, и тому подобное, да? Там то, что касается какого-то, если мы говорим о сельском хозяйстве. То есть они никого не терзают, они перемещаются себе спокойненько, там успокаиваются, прекращают вот это вот насилие над живыми на земле, они отправляются в свою родовую структуру, а там уже родовая структура их корректирует, и что-то там как-то их приводит в какое-то нормальное, более-менее здоровое состояние и отправляет на эту землю. Задерживаются души людей, которые стали жертвами людей, которых не отпускают. Ну и нормальный вариант, когда попал, умер, избавился от своего тела и отправился себе в свой род. Корректировали, не корректировали, раз опять потом переродился. Умер, лишился своей оболочки, выполнил какую-то определенную задачу, которая была предписана родовой структурой, если ты ее понял, ты ее выполнил, если не понял, еще вернешься сюда. То есть для чего люди задают такой вопрос, в чем мое предназначение? Для того, чтобы задачи менялись, для того, чтобы по 250 циклов здесь не отрабатывать, исключительно для того, чтобы выполнить свое предназначение, которое будет выгодно и родовой структуре, и в первую очередь тебе. И ты, благодаря этому, выполнению этого предназначения, можешь духовно вырасти, не заботясь о том, что тебе нужно три золотых дворца, 250 пар обуви, либо еще что-то, не концентрируя внимание на материальном, на финансах, на выгоде, потому что это очень часто приводит к тому, что человек становится на эту скользкую дорожку, и обязательно появляются сопутствующие жертвы. А, соответственно, если человек оставил негативный отпечаток в жизни других людей, идя по головам и добиваясь чего-то, ну, вряд ли ему светит что-то хорошее. Вряд ли здесь пахнет высокодуховностью и возможностью остаться в своем роду, в своей родовой структуре, и потом не перевоплощаться в физическое тело. Вот так выглядит все. Вот так выглядит сложная экосистема. С одной стороны, она достаточно сложная, с другой стороны, это гениальная простота всей этой сложности. Поэтому отпускайте души. Будьте проще. Проще относитесь к процессам. Проще относитесь к ритуалам. Не нужно никакого фанатизма. Да, есть правила, есть догмы, которые формируются церковью, но нужно понимать, что четких, точных, математических формул в данной ситуации нет. Они отсутствуют. Просто нужно сработать по принципу отпустили душу, помним, вспоминаем. Вспоминаем душу не тогда, когда душа ушла на тот свет и лишилась физического тела. Это, с одной стороны, можно считать каким-то праздником. Ну, потому что душа перешла на новый уровень. Душа пошла, скажем так, на новый виток эволюции. Но вспоминайте людей, которые приносили что-то хорошее в вашу жизнь еще в тот день, когда эта душа родилась. То есть, фактически, в день рождения. Вспоминайте дедушек, бабушек, прабабушек, которые закладывали в вашу родовую структуру, в ваш род, передавали потомкам что-то хорошее. Пожалуйста, вспоминайте. Празднуйте их дни рождения. Это тоже хорошо. Это тоже положительно скажется на душе. А поминки, слезы, вопли и сопли в тот день, когда душа лишилась тела, ну, ничего хорошего это не сослужит этой душе. Другое дело, когда душа уже находится в каком-то физическом теле, ну, ты как бы ее там особо не затормозишь, да? И особо ты ей никакого вреда не принесешь. Но если эта душа по каким-то причинам застряла в коррекционных программах, ну, не застряла, а была оставлена в коррекционных программах под названием ад и рай, здесь никакой хорошей службы вы не сослужите, если будете плакать и просить эту душу вернуться. Ничего хорошего там с ней не произойдет. Поэтому мифы и легенды, они прекрасны. Переправа на лодке в рай, либо еще в какие-то места тоже прекрасно. Взвешивание сердца и забирание с этого, и забирание из этого мира, с этого света, хотел сказать, с этого света мелочи на тот свет тоже выглядит очень интересно. Но все это отголоски, ну, прямо скажем, древних цивилизаций, да? И всей той культуры, которая была с ними связана. Поэтому нужно проще относиться. Да, место погребения человека это неплохо. И знание о месте погребения это неплохо с точки зрения понимания, где человек захоронен. И это неплохо с точки зрения, ну, наверное, понимания того, где есть место собраться, собраться родственникам, пообщаться, увидеться и опять же вспомнить хорошими, теплыми словами ту душу и того человека, который, ну, как-то очень хорошо отразился на жизни этого рода, на жизни этой семьи и что-то заложил хорошее. Вот исключительно, опять же, такая вот ритуалистика. Поэтому снимайте лапшу с ушей, анализируйте, больше читайте, вчитывайтесь в каждое слово и ставьте под сомнение то, что вам говорят в церкви. Потому что, когда вы начинаете вдаваться в детали, появляется очень много, но, может быть, наверное, мы точно не знаем, скорее всего так. Именно ваш анализ может избавить вас от проблем и именно ваш анализ может помочь вам составить картинку правильного восприятия о мироздании, о жизни человека и о дальнейшем движении души по этим бескрайним просторам невидимого мира в плане перевоплощений, реинкарнаций и возвращения или невозвращения в физическую оболочку и выполнения каких-то определенных задач, связанных с нахождением души в этой физической оболочке. Однозначно можно сказать то, что однозначно можно ответить на вопрос «Есть ли жизнь после смерти?» Да, жизнь после избавления от физической оболочки есть. Она другая, необычная, интересная. Бояться этого не стоит, но обязательно нужно выполнить свой цикл пребывания здесь. какие-то суицидальные, насильственные мотивы не должны вами руководить. То есть покинуть землю и покинуть этот мир только потому, что вам захотелось. Это не самый лучший способ решить все проблемы. Всему наступает свое время и человек возвращается туда, откуда он пришел. из родовой структуры, из рода. Поэтому, пожалуйста, живите свои циклы, проживайте свои реинкарнации, но делайте это с пользой. Развивайте свои души для того, чтобы не возвращаться в это физическое тело, а остаться где-то там, где хорошо, где ничего не болит и где есть возможность еще какого-то качественного развития и повышения своего собственного заряда как души, для того, чтобы больше видеть, больше понимать, путешествовать как тонкая материя и понять все истинные просторы существующих тонких миров и вселенной, но не физической, а вселенной, которую мы не видим. На сегодня у меня все. Услышимся в следующем подкасте. До новых встреч!